В январе на миграционный учет в Тюмени встали свыше 8,5 тысяч иностранных граждан. Напомню, для работы в нашей стране они обязаны сдать экзамен на знание русского языка, истории и основ законодательства. В областной столице только два вуза уполномочены принимать экзамен. Однако уже появились мошенники, которые делают на тестирование деньги. Ангелина Лесько разбиралась в ситуации. Мир за Рахимов! Мир Камилов! Чтобы работать и жить в Тюмени законно, на экзамен ранним утром собираются толпы иностранцев. Их уже в 10 раз больше, чем на первом тестировании в январе. Для Музафара из Таджикистана вопросы кажутся трудными, хотя в школе был хорошистом. Ну так-то они все сложные. Даже я уверен на 100%, что даже русские не могут отвечать на этих вопросов. Экзамен для мигрантов в нашем регионе принимают преподаватели Тюмгу. А с середины февраля такие полномочия получит и нефтегаз. Однако уже появились фирмы-мошенники, которые обещают мигрантам сертификат без прохождения испытаний. Приходили как минимум несколько человек, которые показывали какие-то квитанции на 7, на 7,5 тысяч, в которых было прописано, что у них приняли уже. На самом деле, естественно, никаких приемов на улице Тюменский государственный университет не проводит. Обманутые иностранцы уходят ни с чем. Проверить подлинность сертификата можно в единой базе УФМС. Людям копирование делаем, помогаем. В этой фирме на колесах, которая располагается через дорогу от отделения УФМС, говорят, что не принимают экзамены, но и не отрицают того, что делают на тестировании деньги. А выдачей сертификатов охотно интересуются их же земляки. Обращаются. В день по 100 человек приходят. Так, и что вы им говорите? Мы им продаем. Я лично продаю готовые вопросы-ответы, которые не меняются в экзамене. За сколько вы продаете? 300 рублей. По словам специалистов Тюмгу, как минимум две фирмы занимаются нелегальным бизнесом, связанным с экзаменом. Хотя в УФМС пока не поступал ни один поддельный сертификат. То есть в случае выявления фактов, предоставления поддельных документов, мы однозначно будем направлять такую информацию в органы прокуратуры, в органы МВД для проведения проверочных мероприятий. Чтобы работать в России легальными, грантам нужно отдавать на документы более 60 тысяч рублей в год. На такие траты готовы не все. В УФМС уже отмечают спад иностранных граждан, которые встают на учет ровно год назад. Их было на 12% больше. Однако ситуация может измениться в начале весны, когда начнутся сезонные работы. Ангейна Лисько, Дмитрий Бурматов, Тюменское время.